Меня интересует история. Я книжку напечатал в прошлом году, которая называется «Пространственная история». Меня интересует она меня, потому что это какая-то форма существования человеческого сообщества, которое совершенно не является чем-то самоочевидным. Мы знаем, что есть общества, которые говорят, что они существуют вне истории, вне исторические общества. Придумал в свое время такой философ Карл Ясперс разделение на аксиальные цивилизации и неаксиальные цивилизации. Аксиальные – те, которые куда-то движутся, неаксиальные, которые как бы не находятся в истории. Но при этом мы понимаем, что в сущности не бывает никаких неисторических сообществ. Но я не очень уверен в том, что бывают и исторические сообщества. Сама в себе история, как я сказал, для меня это форма существования, которая все время меняется. Она не обладает каким-то единством. Общество меняет свою конфигурацию интеллектуальную, и социальную, и политическую, и так далее. Соответственно, меняются те формы существования, в которые это общество вписывается. Когда-то Арнольд Гелен, это один из крупных представителей философской антропологии, и до него Макс Шеллер, они говорили о том, что, и об этом говорил Хайдегер, а Хайдегер будет говорить Аня, она специалист, о том, что человек открыт миру, и является недетерминистическим существом, в отличие от животного. Животное как бы реагирует на стимул. Мы знаем более или менее, как он реагирует, и животное гораздо более детерминистично в своем поведении. Есть стимул, есть реакция, есть абсолютно непосредственность отношений к окружающей среде. Человек отличается от животного как раз тем, что он недетерминистичен, он не знает точно, как он должен реагировать, на что. Бергсон когда-то говорил о том, что человек воспринимает мир, его бомбардирует огромное количество каких-то впечатлений, которые он должен упростить для того, чтобы среагировать на эти впечатления. Так что происходит в теле человека, как он считал, такой процесс упрощения мира. Но говорил он, в отличие от животного, и мне это кажется важным, человек никогда не реагирует мгновенно. Всегда есть какое-то мгновение, колебание, потому что он не знает, как надо на что-то реагировать, так сказать, абсолютно. И Бергсон говорил, что этот момент какого-то колебания, это момент, когда к человеку подключается память. В этом смысле он историческое существо, что он без памяти не может, без какого-то опыта, без научения произвести никакую реакцию, которая, конечно, совершенно не нужна муравью или какому-то животному. Чем более, конечно, развитое животное, тем больше оно связано с предшествующим опытом. Но все равно это совсем не то, что человек. И я думаю, что Геллен писал о том, что вот эта вот открытость миру и недетерминированность человека приводит к тому, что человек вынужден создавать институции, всевозможные социальные институции, которые являются такими протезами, подсказывающими ему, как жить. Есть нравственные нормы, которым он должен следовать, которые определяют какие-то его поступки. Есть социальные институции, в которые он так или иначе вписан, которые помогают ему решать что-то. Я считаю, что история на самом деле это социальная институция. Она в каждом обществе обладает своей конфигурацией. И она обладает связью с тем, что человек считает разумом, человек разумное существо и организует какие-то рациональные формы, которые помогают ему в принципе жить. То есть я думаю, что история и ее возникновение – это результат вот этой неопределенности и автономии, с которой она начинается. Вы возьмете любой труд по философии истории, вы увидите, что философия истории всегда предполагает отсутствие полной детерминированности. Если бы человек был детерминирован, не было бы никакой истории, он всегда поступал, соответственно, с какими-то детерминациями, и все. Он был бы в этом смысле животным. И мы знаем, что Ницше в своем знаменитом втором несвоевременном размышлении, где он говорит об истории, говорит о том, что животные счастливы, потому что они не обладают памятью, и они абсолютно внеисторичны. А человек все время вот эта вот неопределенность, она и заставляет производить вот эти институции или формы существования. Теперь я хочу сразу перейти к евреям после животных. Существует такая идея. Вот недавно мне пришлось читать такого мыслителя Эрика Фогелина, который в свое время эмигрировал из Германии в Америку, и там вышло, по-моему, 25 тому собрания сочинений. У него есть, он вообще довольно любопытная такая фигура, у него есть труд, который называется «Израиль и откровение», где Фоголин говорит о том, что есть разные формы, в котором сообщество мыслит себя, и что есть формы, которые он называет цивилизационными формами. В этом смысле он находится в связи с Тойнби. Значит, мы знаем, что Тойнби очень любил мыслить… Вы знаете, кто такой Тойнби, не нужно тут, наверное, ничего объяснять. Значит, такой английский историк, который одновременно пытался придумать какую-то общую схему развития истории, и в этой схеме большую роль играл понятие цивилизации. Значит, мы знаем уже более в современном каком-то контексте разговора о войне, борьбе цивилизации, там, Хаттингтон и так далее, все вот эти вот вещи. Само понятие цивилизации и понятие, конечно, очень проблематичное, но он говорил о том, что есть большие цивилизации, например, там, египетская, месопотамская цивилизация. Они построены по-разному, структурированы. В Египте, например, народ и цивилизация совпадают. В принципе, египетские народы, египетская цивилизация, они равнозначны. А есть, например, месопотамская цивилизация, где много разных этносов как бы присутствует. Например, там шумерская, вавилонская, сирийская, они часть большой месопотамской. Но он говорил о том, что, в принципе, цивилизация возникает тогда, когда возникают, в принципе, какие-то первичные формы государственности. Без государственности цивилизации в современном смысле нет. И эти формы, например, вот в тех древних цивилизациях, которые я перечислил, они совпадают с определенными, они строятся на аналогии с определенными космогоническими моделями. Есть какой-то общий порядок космоса, и цивилизации следуют этому общему порядку космоса и так далее. Значит, но, говорит он, есть такая странная вещь, как Израиль, которая вообще формально принадлежит сирийской цивилизации. Потому что сирийская цивилизация охватывает вот этот район Ближнего Востока, туда входят финикийцы, филистинцы, арамей, дамаск и так далее. То есть вот этот вот район описывается как сирийская цивилизация. Но, говорит он, евреи никак не вписываются в сирийскую цивилизацию, хотя, например, в смысле бытовой материальной культуры они вообще принадлежат этой цивилизации. Там можно найти очень много общего, конечно, между материальной культурой финикийцев или там и древних израильтян и прочее. Он говорит, что это происходит потому, что Израиль выпадает из цивилизации как большого космогонического образования, потому что он конституирует себя, описывая собственный генезис. Он вводит понятие истории. И с точки зрения Фогелина вообще нет до евреев никакой истории, а есть вот эти космические модели. Эти космические модели тоже по-своему историчны, потому что это есть тоже форма, в которой сообщество оформляет свое существование. Она себя мыслит в таких формах, которые просто меняются. И Израиль, значит, конституирует себя через исторический, а не космогонический нарратив. Действительно, если мы возьмем Библию, то мы увидим, что, конечно, основы Библии – это исторический нарратив, а не какие-то космогонические мифы. В самом начале, в пяти строчках Библия расправляется с сотворением мира, и все, дальше начинается история по существу. Значит, возникает какая-то иная форма мифа. И недавно, и потом мы перейдем к каким-то более уже специфическим вещам, американский гибраист Иосиф Ярушалми, недавно, достаточно уже давно, но работавший в Колумбийском университете, написал книгу, опубликовал книгу «Закор». Кажется, она существует по-русски вообще, да? Мне кто-то говорит, что ее вроде перевели. Да, она есть по-русски, да, я никогда не видел ее в русском варианте. Эта книга имела большой успех. Масса конференций каких-то, это все обсуждалось довольно подробно. Идея этой книги заключалась в том, что есть парадокс израильского отношения, еврейского отношения к истории. С одной стороны, вот Фогелин считает, что евреи придумали историю, потому что вся история, собственно, вся самосознание израильтяных выпадения из этой цивилизации связано с тем, что есть историческое событие исхода, которое конституирует народ, есть определенное движение к тому, что Фогелин называет какое-то пониманием истины, то есть Бога какой-то трансцендентности, который придает смысл всему этому историческому нарративу и так далее. Все это совсем не похоже на мифы, которые лежат в основе цивилизации и государственности прилегающих народов. Но Ярушалми обратил внимание на то, что в момент канонизации Библии евреи перестают писать истории. Вот они пишут, пишут, пишут истории, потом происходит разрушение второго храма, и на этом все кончается. Дело даже доходит до того, что крупнейший, вообще говоря, еврейский историк Иосиф Лавий абсолютно неизвестен евреем был. Он принадлежал вообще греческой, там, римской цивилизации, но абсолютно не знали даже о его существовании. Значит, и дальше пишет Ярушалми, это такой, конечно, любопытный феномен, что происходит колоссальный промежуток между завершением истории евреями, они завершают историю в библейских книгах, а затем, где-то в 17 веке, согласно Ярушалми, под влиянием европейской историографии, евреи начинают вдруг осознавать, что у них была история между, собственно, разрушением храма и 17 веке, что они вообще что-то испытывали, где-то жили, жизнь их имел какой-то исторический характер. Но они начинают писать свою историю в совсем других формах, в формах европейской историографии. И затем, как мы знаем, уже в 19 веке возникает историческое общество в Германии, где они начинают серьезно заниматься исследованием собственной истории. Значит, одна из вещей, которая мне интересна в этом смысле, и это, что придумывают евреи, если они действительно придумывают историю, как новую модель самоосмысления, какой-то группы людей, какой-то народа, государственности, я не знаю, сообщества, назовите это как угодно, если они сами в какой-то момент полностью выпадают из истории, если история вдруг становится для них совершенно нерелевантной. мне кажется, что вся эта история, которая описана Ярушалми, чрезвычайно интересна, потому что она показывает странность специфической еврейской модели истории. Это модель истории, которая вдруг начинает каким-то странным образом актуализоваться, она становится вдруг важной, но она становится важной тогда, когда христианская модель истории дает какие-то сбои. Значит, есть что-то между христианской и еврейской историей, и, конечно, одна из самых парадоксальных вещей для меня, что мы привыкли говорить о иудео-христианской цивилизации, хотя с точки зрения бытовой культуры, цивилизационных каких-то основ, конечно, между еврейской культурой и христианской и европейской культурой гораздо меньшего общего, чем между еврейской культурой, например, и культурой близлежащих народов того же региона, сирийской цивилизации. Значит, сама модель истории позволяет говорить о каком-то цивилизационном сообществе, и евреи придумывают историю, которая в какой-то момент завершена, когда они описывают период, то, что они называли священной историей, можно называть священной историей, история завершена, дальше писать нечего. Собственно, о них говорят, проблема заключалась в том, что все исторические события имеют смысл только по отношению к какой-то эсхатологической перспективе, если они не вписываются в эту перспективу, они вообще не имеют события, имеют смысл то, что греки, там, я не знаю, или римляне называли аналами. Это разделение провел замечательный итальянский историк Арнальда Мамильяна, который говорил, что есть аналы, есть антиквары, разные типы отношений к истории. Анал – это человек, который обычно свидетель того, что происходит в истории, он описывает, собирая, конечно, сведения других людей. Там, как, я не знаю, Фукидид, он был непосредственным участником событий, которые написал там, и он, естественно, имел как бы право об этом говорить. Современная история считает, что история не может писаться свидетелем, что это всегда будет ложная, искаженная история. Только история, которая ни в чем не участвовала, которая сидит где-то вдалеке, роется в архивах, собирается в детство, может рассказать, что было. Но если ты сам там был, то ты ничего в этом не понимаешь. Это очень странная вещь, которая, мне кажется, вообще характеризует форму современной истории, что история предполагает дистанцирование от нее для того, чтобы что-то в ней понимать. Но, значит, и Мамильяна говорил, что есть какая-то еще форма истории, это антиквар, который собирает неизвестно почему. Все, что им попадается под руки, огромная куча какая-то. Биллиамировский коллекционер, да. Он собирает, собирает, собирает. То есть это какая-то синхронная куча, которая не обладает внутренним смыслом, но которая потом может актуализоваться в какие-то нарративы, смыслы, но она сама по себе и так далее. И есть что-то, что связано с такой еврейской моделью, когда речь идет о том, что история завершена, и дальше происходит какой-то провал. Мы знаем, что евреи испытывали огромную сложность для того, чтобы инкорпорировать исторические события в нарратив. А отсюда было изобретено такое страннейшее явление, как книга «Севилл». Книга «Севилл» – это еврейские тексты, которые все посвящены истории, но принимают видимость пророчеств. Это все эти книги считалось, это была, конечно, абсолютно фальшивая датировка, считалось, что они написаны очень давно в виде пророчеств. А иначе, кроме как пророчества, нельзя инкорпорировать события в историю. Только пророчество придает этому смысл. Например, в этих книгах речь шла о Нероне. Но Нерон инкорпорирован был как бы в древнее пророчество о том, что Нерон – это фигура, которая предвосхищает эсхатологические события, что он сам является уже как такое воплощение эсхатона и прочее, прочее, прочее. То есть ты, если грек или римлян мог описывать то, что происходит, не думая о том, к чему все это ведет, это просто накопление каких-то событий, которые выстраиваются одно за другим в какую-то историческую цепочку, евреи не могут это делать, потому что эти события не могут встроиться в священную историю, которая требует смысла по отношению к какому-то будущему, к какому-то эсхатону. Поэтому все время все должно принимать вот такие пророческие формы. Вот эта еврейская история, например, она в каком-то смысле отражается на первых веках христианской историографии. Ранние христианские историки тоже не понимали, как им писать историю. Первая христианская история была написана Евсевием, например, которая так и называлась, там христианская история, там церковная история и так далее. Все истории, все, что описывал Евсевий, имело смысл только по отношению к эсхатологическому событию, который будет в будущем. Это все свидетельствует о явлении Антихриста или о чем-то еще, а иначе мы не знаем, как это вообще инкорпорировать. Значит, как только смысл в виде какой-то трансценденции возникает, то, что евреи задают, возникает огромная проблема с тем, как все это историзировать, как вводить это в нарративы и так далее. Мы имеем сразу дело с какой-то тотальностью, которая дается нам в виде завершенной, закрытой истории, и войти в эту историю, в эту тотальность очень трудно. Вообще есть какое-то противостояние между тотальностью и потоком, между тем, что ты можешь схватить, и существование внутри истории. Когда раньше все время считалось, что эсхатон – главное, как бы, например, событие апокалипсиса еврейского, это, конечно, эсхатон, который ведет в конце, и свидетельство к концу истории. Но сегодня последние какие-то историки, которые сейчас этим довольно много занимаются, например, Джон Коллинз, который, конечно, блестящий совершенно человек, или Кристофер Роланд, который написал еще в 83-м году книгу «The Open Heaven», показал, что основа апокалиптических текстов – и это не эсхатология, а это видение. Значит, поэтому книга Энаха считается, и Енаха считается такой центральной для этой традиции, потому что она говорит о том, как человек возносится на небо и видит что-то. Собственно, вот это видение, способность созерцать какую-то тотальность, выйти из истории куда-то, чрезвычайно важно для всей еврейской историографии. Поэтому то, что меня интересует, сейчас я дам слово Ане, которая нам что-то там объяснит про пророчество, потому что она ее это интересует. Значит, вся эта странная форма истории, которую придумывают евреи, она связана со способностью завершить историю, закрыть ее, придать ей характер определенной тотальности, которую можно увидеть, или картинки, которую можно увидеть, или трансцендировать то существование внутри какого-то потока и накопления событий, которые не имеют вообще никакого смысла, а производят только какие-то кучи исторического мусора. Значит, мне кажется, что чрезвычайно любопытно во всей этой истории, что история в этом еврейском контексте, она конституируется как нечто одновременно преодолевающее как бы историзм в нашем понимании. Она основана на остановке, на картинке, на тотальности, которая должна быть закрыта. Но как только мы закрываем, оканчиваем эту историю, причем оканчиваем, как мы понимаем, задолго до Гегеля или там до Фукуяма, значит, в этот момент мы можем какой-то смысл извлечь. Если этой остановки, этой способности взглянуть на эту тотальность мы не имеем, то вообще история не имеет смысла. Она становится действительно накоплением антикварной кучи, в которой совершенно невозможно разобраться, невозможно увидеть. Это бесконечный процесс каких-то малоосмысленных и малосодержательных событий. Значит, вот первый парадокс формы, значит, истории, как он возникает, это форма, которая одновременно предполагает закрытие, трансцендирование и уход от того, что мы можем назвать потоком исторического времени. Мы-то все-таки привыкли считать, что история – это поток исторического времени. Оказывается, что первая модель еврейской истории конституируется как разрушение этого потока и как невозможность этот поток инкорпорировать во время. Но потом мы еще вернемся к этому, я думаю, вот это так, какие-то соображения для затравки, а теперь давай. Миша, спасибо большое за вводную и очень ясную постановку проблемы, от которой мне будет гораздо легче отталкиваться. И я хочу сказать, что если для Миши таким главным автором является Ярушалми, то для меня более интересным автором является французский библеист Андрей Нейер, такой старший друг Левинаса. В общем, для французской континентальной библеистики довольно интересная такая значимая очень фигура, который написал где-то за 20 лет до книги Ярушалми, написал книгу, которая называется «Пророки и пророчества» на французском языке, где он выступил совершенно, я бы сказала, перпендикулярной описанием того, что, собственно говоря, подразумевается под еврейской историей. И что, собственно говоря, входит в еврейскую историю и что не входит. И в этом смысле действительно представление о пророчестве является абсолютно ключевым. Но я хочу сказать ту вещь, с которой начинается книга Ярушалми, и с которой одновременно начинается книга Нейера, и с которой начинается книга Бытия, тоже, может быть, если вы слыхали про такую книгу. Это главное, что еврейская история является не вообще историей какого-то сообщества, какой-то цивилизации. Еврейская история является историей теофании, является историей сопринадлежности народа к какому-то Богу, и даже не к какому-то, а вполне конкретному, тому, который един. И в этом смысле евреи отличаются и от сирийской цивилизации, и от какой бы то ни был другой. Ярушалми четко пишет, что God is a lord of history, так сказать, как бы, да, так сказать, как бы хозяин истории, владелец истории, это святой, да будет благословен он. И именно потому, что есть эта трансцендентная инстанция, поэтому Геродот может быть отец истории, а еврейские историографы, авторы Танаха, они являются отцом смысла истории. И это на самом деле совершенно принципиальный момент, потому что история не только является историей определенного сообщества. История, как священная история, как совершенно справедливо нам было сказано, является абсолютной моделью для всякого исторического нарратива, который есть у нас в видеохристианской цивилизации, является историей поиска Бога человеком и поиска человека Богом, так сказать, да, то есть у нас есть, у нас есть два игрока, у нас есть человечество, у нас есть народ, у нас есть Израиль и есть Бог. И каждый из них ищет другого и найти не может. Поэтому главная тема, скажем, пророчеств, всех пророческих книг, это тема несчастной, такой неудачной любви, неудачных семейных отношений, которые сложились у Бога с Израилем. Вот эта блудная жена, которая все время уходит, и Бог, который будет ей верен всегда и во всех обстоятельствах, однако, который не может просить измены, и который всячески ее преследует, и изгоняет, и наказывает, и одновременно ищет. И вот, так сказать, тот вариант, который мы знаем в песне-песне, которая в христианской истории, и это очень важно для нас, была проинтерпретирована как история отношений Бога с душой, в то время как исходно это была, конечно, история отношений Бога с народом. И в этом смысле, в этом смысле, история с самого начала была задумана евреями как некоторый диалог, диалог между нами и между ним. Да, скажем, когда Кайре, объясняя, как Хайдеггер неправ, говорит, что попытка описать историю как поэзию неверна, потому что в истории всегда есть диалог и всегда есть определенное общение, он всего лишь повторяет основную интуицию еврейской мысли. И оказывается, что для того, чтобы возникла история как историография, нужно, чтобы была какая-то фигура, которая стоит между Богом и народом, фигура, которая является либо фигурой Мессии, либо фигурой пророка. Потому что Авраам был пророк, и Моисей был пророк, и младшие пророки были пророки. И дальше наступает принципиальный момент, что он, собственно говоря, делает, этот самый пророк. Это очень, на самом деле, интересно. Пророк, первая его функция, если первый пророк — это Авраам, то первая его функция заключается в том, чтобы заступаться за людей. Он заступает за Содома, Авраам, и говорит в этот момент, я прах и пепел. То есть он апеллирует к собственной смертности, к собственной слабости, и только изнутри своей собственной смертности и слабости он может заступаться. Да, то есть позиция пророка — это в первую очередь позиция посредника, того, кто говорит Богу, и того, кто говорит людям. И это очень важно. То есть пророк находится на перекрестье, на перекрестье двух дискурсов. Один из них, который идет туда вверх, и другой дискурс, который идет между людьми. И поэтому история, как еврейская история, как пишет Андрей Нейр, она никогда не является однолинейной историей. В ней ключевым ее качеством является то, что он называет инхронизм. То есть всегда есть двойное время. Время только кажется линейным. Нам только кажется, что священная история направлена от сотворения мира через исход из Египта и к светлому будущему, к победе коммунизма, к приходу Мессии. Это, говорит нам Нейр, это вульгарная концепция еврейской истории. И поэтому вся межзаветная апокалиптика, книга Энаха и так далее, не была инкорпорирована в собственно еврейское сознание, потому что она является слишком христианской. Это христиане, они хотят увидеть историю как тотальность. Мы же евреи, мы должны остаться в профетическом времени. Это такая, на мой взгляд, очень смелая, интересная теория, которую теперь можно попробовать немножечко покачать, так сказать, так пораскачивать и посмотреть, что из этого получится. Во-первых, сама идея тотальности, в которой, так сказать, тот термин сам, который мы описываем, он, конечно, гегелевский и был запущен в широкое пользование, он был запущен Александром Кожевым, который попытался описать историю как тотальность вслед за Хайдеггером. Почему история должна быть тотальной? Вот в нашем понимании, да, так сказать, как бы в конце концов там пророки и Енах, и Севиллы, всё это было достаточно давно. И вдруг резко наступил XX век, XXI, и вдруг оказалось, что мы опять должны увидеть историю как некоторое целое. Что значит увидеть как целое? Кто сказал, что часть приобретает смысл только по отношению к целому? С точки зрения Кожева, это был, как водится, не столько Гегель, сколько переодетый в гегелевские одежды Мартин Хайдеггер. Это Мартин Хайдеггер сказал, что жизнь имеет смысл только тогда, когда мы увидим её как целое. И поэтому без бытия к смерти мы не можем схватить жизнь. Никакой отдельный отрезок жизни, никакое отдельное событие жизни не может иметь смысла до тех пор, пока мы не увидим её как целое. Как целое же мы увидеть её не можем, потому что мы всегда живы, всё никак не умрём. Всё, умираем, 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 и всё никак не умрём. И вот эта невозможность для Дозайн схватить себя как целое, она, собственно говоря, и обеспечивает важность этого экзенциального перехода к смерти, потому что это тот переход, это переход, собственно говоря, к тотальности, тот переход, который никогда не удается. И в этом смысле, когда Миша говорит, что история всегда преодолевает свой собственный историзм, в этом смысле это справедливо про любую тотальность, это справедливо не только про историзм, любая тотальность функционирует как преодоление самой себя, как самотрансцендирование. То есть это было справедливо даже для Кожева, который говорил, что время человеческой истории как время тотальности, это время, оно применимо только к человеческому существу, то есть к существу, которое постоянно отрицает сам себя и постоянно выходит за собственные рамки. Это и есть свойство тотальности, выходить за собственные рамки и всё время вырываться, всё время выплёскиваться из любой той формы, в которую мы её пытаемся закрыть и описать. Это второй, как мне кажется, такой очень важный момент, потому что когда мы говорим, что история не является тотальностью, мы не можем сказать, что она просто выходит за свои рамки, потому что это свойство тотальности как таковой. Мне кажется, что та концепция, которую предлагает Нейра, я уверена, что у Миши будут какие-то возражения, так сказать, что она хороша тем, что она предполагает определённую двулистность. Двулистность и двулистность, собственно говоря, в дискурсе, в том, как мы в нарративе историческом, как мы говорим об истории. Потому что история – это не только определённая посредственность событий, это в первую очередь тот рассказ, который мы описываем, тот рассказ, который мы о событиях ведём, тот смысл, который мы им придаём, тот миф. И поэтому Герушалми, он с большой силой пишет, что в наше время историография и литература разошлись, и поэтому для еврейской истории это особенно трагично, потому что нет того мифа, которым бы леймен, люди, не принадлежащие академическому сообществу, увидели бы себя как народ, как целостность. И мне кажется, что вполне как раз литераторы выполняют свою роль историографов. Я хочу сейчас к этому вернуться, но сейчас этот момент… просто на секундочку оставьте этот момент в стороне. Потому что если мы скажем, что тот, кто пишет историю, тот и есть пророк в каком-то смысле, то мы подумаем, какие ещё у него роли. Пророк – это тот, кто видит, не обязательно провидит, совершенно, вовсе не обязательно пророк – это тот, кто видит то, чего нет и что только будет. Пророк – это тот, кто зряч. Это на самом деле… Пушкин это достаточно хорошо описал, я не знаю, насколько мы можем считать его еврейским автором, но в сущности, так сказать, как бы обретение пророческого призвания – это обретение зрячести. Пророк – это тот, кто видит, пророк – это тот, кто заступается за людей, и главное, пророк – это тот, кто передаёт. Пророчество всегда определённая передача. И тут мы должны встретить два разных представления традиций. Действительно, пророки… Кто такие пророки? Пророкеавод начинается со слов, что Маше получил закон на Синае, передал его Игошу Абенуну. Игошу Абенуну старейшинам, старейшины судьям, судьи пророкам, отец мужам Великого Собрания. Мужи Великого Собрания дали три указания. В данном контексте не важно, какие три указания. Важно, что пророки – это те, кто приняли. Те, кто приняли, и те, кто передали. То есть пророк – это всегда тот, кто нечто принимает. Принимает от Бога, передаёт людям. Принимает от людей и передаёт к Богу. Действительно, понятие традиции, оно точно так же, как и понятие памяти, оно в каком-то смысле дублирует наше представление об истории, зачастую заменяет. И тут самый главный вопрос, который я бы хотела задать, является вопросом о том, является ли еврейская традиция такой же традицией, как и традиция римская. Та традиция, в которой мы привыкли жить и в терминах которой мы привыкли нечто описывать. Ну что такое вообще традиция? Традиция – это передача. Вот я возьму ручку и передам её Мише. Это будет традиция. Что такое другой вариант традиции? Это перевод. Я возьму левенаса и переведу его на русский язык. Это будет, конечно же, традиция. Уже гораздо более сложная. Обязательно нечто происходит с искажениями. Что-то я убавлю, а что-то прибавлю. Но, тем не менее, это вполне себе традиция. И если брать таких еврейских мыслителей XX века, то одним из самых интересных мыслителей и традиций был, конечно, в XX веке. Это, конечно, Хан Арандт. Вот недавно, говоря о переводе, недавно вышел, наконец, на русском языке. Я ещё не видела этого перевода. Но давайте будем надеяться, что он хороший. Книжка «Арандт. Между прошлым и будущим». Вся в каком-то смысле посвящённая понятию истории. И там очень много уделяется понятию традиций, но традиций в римском смысле. И она говорит, что наша цивилизация, как цивилизация, идущая от Рима, она стоит на трёх китах. На религии, на традиции и на авторитете. И традиция есть традиция передачи авторитетных полномочий. Традиция передачи религии, традиция возобновления акта основания. И в этом смысле для меня совершенно таким каким-то важным ключевым моментом является то, что в еврейской истории нет акта основания. То, что для Рима было основанием города, то, что для Соединённых Штатов было основанием, а самыми основателями Соединённых Штатов, то, что для советской мифа истории было Великой Октябрьской социалистической революцией, я думаю, что все мы это понимаем, это самый простой пример, в еврейской истории отсутствует. Исход не является актом основания. Исход является контингентным, случайным историческим событием, который не является актом основания, а является отсылкой от здесь и сейчас к там и тогда. Абсолютно контингентному, абсолютно случайному, абсолютно ограниченному. Именно в этот ограниченный момент входит трансцендентное. И это очень важно, что это разница в каком-то смысле между трансцендентным и трансцендентальным. Я прошу прощения, я больше не буду таких страшных слов говорить, это только Миша. Что это тот момент, когда частное соприкасается со всеобщим, когда временное соприкасается с вечным. И в этом смысле исход принципиально отличен, потому что исход не является тем событием, в которое образовался еврейский народ. Еврейский народ образовался в тот момент, когда Аврааму было обещано потомство. Вот это момент еврея. И другой момент, можно сказать, что еврейский народ образовался в тот момент, когда они говорят, сделаем и послушаем. Но никак не в момент исхода. Момент исхода был один момент среди прочих. Но момент исхода подразумевает, что то, что происходит, всегда с этим моментом связано. Момент исхода – это момент отсылки. Да, скажем, это момент отсылки к тому первичному, в котором, как в каком-то таком свёрнутом виде, всегда уже вся история находится. Как есть известная галахическая, так сказать, талмудическая логия о том, что сказал раби Гошоу Бен Леви, что Галахай Аганда и Мишна и Гемара, и всё, что достойный ученик скажет в присутствии своего учителя, всё уже дано машиной Синайя. Не в том смысле дано, что детерминировано, а в том смысле, что то, что достойный ученик, и то, что мы тут в каком-то смысле, мы все, если воспользоваться словом Гелелия, не пророки, но сыновья пророков, то, что мы пытаемся говорить, оно отсылает к Синаю. Что Синай, он где-то здесь, где-то за нашими спинами. Вот в этом смысле дано на Синае. И поэтому еврейская история, мне кажется, в ней с самого начала заложено вот это противопоставление между большой историей и, как говорит, если воспользоваться словами Марии Степановой, такой малой истории физиологии каждого отдельного «я». То есть история, она всегда, так сказать, в ней всегда есть, в еврейской истории, в ней всегда есть и был тот потенциал, который позволяет выделить в ней такие области частного, потому что эти области частного, они предполагаются уже самой отсылкой к Синаю. И поэтому действительно в XX веке еврейские мыслители, для Бергсона и Гуссерли это длительность и внутреннее сознание времени, для Левинаса история, как историография, является разновидностью насилия, а собственная история происходит как диохранение, как несопоставимость моего времени и его времени, несопоставимость моей малой истории и его малой истории. Тем не менее, его история для меня играет первостепенная ценность. Для Деррида это, ну, такой уже сугубо пророческий момент, как автоофицированный собственным голосом и как одновременная обращенность любого дискурса к Богу, пускай его и нет, так сказать, и одновременно к ближнему, то, что он припишет Августину в исповеди. И поэтому мне кажется, что вот такая двулистность, инхроничность как раз и является главной чертой еврейской истории. Ну, я не знаю, что ты скажешь. Я не согласен с тобой. Было бы странно, если бы не согласен. Было бы странно. Это было бы не по-еврейски. Нет, но я думаю, что действительно то, что описал Еру Шалми, на что-то указывает, вот на этот перерыв вдруг в историческом сознании, это что-то очень существенное, от чего трудно легко отмахнуться. Зачем нужен пророк в еврейской традиции? Что это вообще такая за фигура этого пророка, который является, как ты говоришь, посредником между народом и Богом? Вопрос совершенно тут не вызывает никаких сомнений. Но зачем нужна эта фигура в смысле историческом? Это вопрос, который, мне кажется, довольно непростой. Мне кажется, что пророк – это человек, который связывает прошлое с настоящим, с будущим, то есть в момент настоящего. Он открывает каждый раз эту связь того, что состоялось, какой-то священной истории, какой-то тотальности. Я с тобой не согласен, конечно, что тотальность придумал там исключительно Хайдеггер. Что-нибудь в таком духе. Я думаю, что это просто нечто, обладающее завершенностью. И нечто, обладающее завершенностью, конечно, метафора, которая существует всегда, и до Хайдеггера тоже. Но неважно. Пророк – это придуманная евреями фигура, которая позволяет соединить трансцендентное с историческим, человеческое с божеством, новоглавное прошлое с будущим. Вот это для меня чрезвычайно существует. Пророк знает, что было в прошлом, и позволяет перейти к будущему. Возвращаясь к Хайдеггеру, которого ты поминала, он говорит о том, что, собственно, бытие заключено в пророке Калхасе из Гомера, потому что Калхас обладал свойством видеть прошлое и будущее как определенную тотальность. То есть он умел схватывать вот это бытие, и то, что мы называем leap into the being, это и есть способность пророка соединить прошлое с настоящим. Почему такая проблема вообще? Чего там за проблема соединять прошлое с настоящим, когда есть какой-то поток временной? Если время когда-то течет, мы в это время не существуем. Почему такая идея, что оно одно отделено от другого, и мы должны иметь какую-то фигуру, которая, кстати, для меня очень важна в исторической модели, потому что она вообще конституирует настоящее, как момент решения, в котором люди что-то решают по отношению к будущему. Я думаю, что момент настоящего, как момент решения и неопределенности исторической, конечно, связан вообще, говорят, с фигурой пророка, потому что люди не знают, как им поступать, и они актуализируют за счет этого настоящее. Я думаю, это связано с тем, что прошлое всегда дается нам как тотальность. Оно уже завершилось, оно уже в каком смысле абсолютное прошлое, мы можем его созерцать, мы можем его схватывать, но каким образом вот это завершенное прошлое соединяется с будущим, которое не обладает никакой определенностью, которое вообще мы ничего не можем о нем сказать, которое куда-то устремлено, и это вообще колоссальная проблема. Между прошлым и будущим всегда существует момент разрыва. Ханна Арн, которую ты тут поминала, она любила ссылаться на притчу из Заратустра Ницше, где Ницше говорит о воротах мгновения, которые отделяют вот это прошлое от будущего. Ворота мгновения, аугенблек, это что-то такое очень трудно схватываемое, но это нечто абсолютно радикально отделяющее прошлого, которое и обладает абсолютной завершенностью от будущего, которое абсолютно не обладает ничем. Как перейти от знания тотальности к действию, это огромная проблема. Мы что-то знаем, но мы на основании этого должны устремиться в неизвестность полную, принять какие-то абсолютно непонятные решения. Значит, пророк для меня – это не столько там соединитель там чего-то, чего-то, сколько это фигура, конституирующая настоящая и позволяющая определенному знанию, откровению, схватыванию совокупностей каких-то реализоваться в действии. Он может, так сказать, толкать. Поэтому Бубер говорил о том, что, конечно, главное в пророке, что он обращается к людям, и голос его чрезвычайно важен, потому что голос обладает энергией перформатива. Он заставляет этих людей чего-то делать, соединить прошлое с настоящим. И он противопоставлял пророку, как он считал, я с этим не вполне согласен, фигуру апокалиптического писателя, который для него, конечно, был Иоанн Апатмосе, о котором он говорил. Что такое Иоанн? Почему он абсолютно противоположный еврейскому пророку? Потому что он сидит непонятно где. На этом Патмосе, где вообще никого нет и ничего нет. Он ни к кому не обращается, потому что он не окружен никакими людьми. И вместо того, чтобы говорить, то есть фиксировать в речи момент настоящего, в который что-то происходит, вот этот перформативный момент, он пишет. А пишет – это полное отделение от момента. Это превращение чего-то в абсолютно внеисторическое и так далее. И способ его действия – это описание картинок. Вот это для меня очень любопытно, потому что картинка – это какая-то такая, собственно, есть немало книг, которые описывают апокалипсис, как такое буйство, собственно, на имиджере, каких-то картинок. Там сплошной один образ, другой образ, третий образ, картина – это кино такое. Значит, это, он говорил, это и есть апокалипсис. Апокалипсис выпадает из времени, он приобретает все свое смысловое измерение за счет того, что он, собственно, вневременное что-то, это что-то, отнесенное куда-то, и непонятно, когда оно вообще будет. А пророк действует в настоящем и реализует историю через это соединение прошлого с будущим. Но как оно соединяется? Что такое этот Augenblick? Что это за мгновение, в котором что-то происходит? Это, конечно, колоссальная проблема. В действительности, через эти ворота Augenblick проскочить очень трудно. Это действительно какой-то leap into the being, который очень трудно, вообще говоря, реализовать. Я думаю, что, конечно, мистика, вот тут вот, в каком смысле, мистика истории и слабость исторической модели такой, она здесь в полной мере, как бы, ну, как бы, и проявлена. Когда-то Лукач, еще один еврейский, мыслитель, в своей книге 22-го года об истории... А? А еще какой? Значит, он говорил о том, что главная проблема – это проблема, как войти в историю. Ну, конечно, у него другая модель была историей, но она была в значительной степени марксистская. Марксистская модель, как мы знаем, восходит, но, я думаю, не как к асхатологии, а к милленаризму. И вообще, мне кажется, важно отделить милленаризм, который является чисто христианской, вообще говоря, идей от апокалипсизма еврейского. Он говорил о том, что в истории нельзя никак войти, в этом проблема. Для меня это связано вот с этим моментом Аугенблик, но совершенно в другом контексте. Он описывал историю, как пейзаж, и цитировал Эрнста Блоха, его, значит, «Дух утопии», где Блох говорил о том, что такое пейзаж. Пейзаж — это то, что мы никогда не можем войти. Есть всегда пространство, которое нас отделяет от пейзажа. Мы стоим, где кончается пейзаж и где начинается наше пространство. Абсолютно невозможно сказать. Но чем ближе мы подходим к пейзажу, мы в Тернаху не можем в него войти, мы не можем приблизиться к нему. Он всегда от нас куда-то удаляется, и в этом, собственно, функция пейзажа. Ну, вот пейзаж — это, собственно, действительно то, что видно через окно, на самом деле. Мы через окно не можем выскочить. А и он говорил о том, что, собственно, там классовая борьба, то-то-то-то-то, это способность выйти, войти в историю, в которую никогда невозможно войти. Это что-то абсолютно стоит где-то для нас недосягаемое. И я думаю, что на самом деле мне это, говоря о тотальности, о которой ты говоришь, Блуменберг, ссылаясь на Эпикура, Илукреция, говорит о очень старой метафоре мудреца, который наблюдает кораблекрушение с берега. Тонет корабль, он стоит на берегу, смотрит на это, и это позиция философа, потому что он не вовлечен в гибель корабля, поэтому он в состоянии понять смысл того, что происходит. И Блуменберг говорит, что эта метафора вся целиком опирается на аристотельскую идею Бога как вечного движителя, который отделен от мира, в мире не участвует, и поэтому является зрителем, который что-то видит. Бог — это вообще зритель, который что-то видит. У евреев, конечно, это зритель совсем другого типа, потому что Бог гневается, страдает, чего-то там, кого-то проклинает, то есть он совсем не похож на аристотельского такого нейтрального движителя и созерцателя. Он заповедь дает, заповедь заботится о ближнем. И он заботится о ближнем, да-да-да. Значит, Хэшель, о котором мы с тобой недавно поминали как-то, значит, говорил о том, что еврейский Бог, конечно, особенно любопытен тем, что он Бог патоса, то есть Бог страданий. Он все время позволяет себе страдать от каких-то глупостей, которые делают люди, хотя, казалось бы, у него достаточно возможности плевать на них абсолютно, как аристотельского Бога. Но еврейский Бог, как и полагается, почему-то любит страдать от того, что делают какие-то неразумные существа. Но я думаю, что еврейская история для меня, я продолжаю как бы свою мысль, это история, которая разделена на замкнутую тотальность, описанную в Закоре, и какое-то будущее событие, с которым это тотально связано. Значит, и между этими какими-то трансценденциями и прошлым существует проблематическая связь, которую пытается осуществить пророк. Пророк вон там стоит и пытается все между собой как-то соединить действия народа с каким-то знанием истины и откровенности. В этом смысле это такая фигура. Но мне кажется, что настоящая форма историзма возникает в христианстве. Ты-то считаешь, что как бы иудаизм дает нам все, дает нам возможность соучастия, многоликость, идеологизм и так далее. Я понимаю тебя как хорошую еврейку, которая хочет увидеть в старой еврейской модели все возможные варианты. варианты, но я думаю все-таки, что то, что описал Ярус Шалми, как вот эта пропасть в 17 веков или во сколько веков в историческом сознании, это чрезвычайно интересно. Это то, что мы не можем просто отмахнуться и сказать, что еврейская модель позволяет нам жить исторически лучше, чем любая другая модель. Давай, я потом продолжу. Я хочу сказать, что Ярус Шалми, он описывает еврейскую жизнь за те 17 веков, которые произошли с разрушения храма до появления Wissenschaft des Judentums, как такой чрезвычайно унылый период существования евреев, в который решительным образом ничего не происходило. Они только тупо праздновали, то они только тупо праздновали свои праздники и подвергались различным гонениям. Но я хочу сказать, что я довольно внимательно смотрела текст, там совершенно отсутствовало такое упоминание о таком незначительном событии еврейской истории, как появление Талмуда. Именно Талмуд, так сказать, и талмудическое мышление, там сначала Мишна, потом Агимара, потом Комментарий, явился, той формой существования своего рода еврейской историографии, которая сейчас, в XX веке, оказалась столь широко востребована и в христианском мире, потому что такое ощущение, что та старая христианская модель истории в каком-то смысле исчерпала себя. И что такое Талмуд? Как известно, что Святой Дух перестал, если не отошёл от еврейского народа, то перестал, во всяком случае, функционировать так, как он функционировал при пророках, и это более-менее произошло в эпоху Незра и Неемии, в тот момент, когда, собственно говоря, пошёл поток вот всей этой еврейской апокалиптики, которая постепенно, перешла более-менее плавно, это уже можно обсуждать в апокалиптику христианскую. Однако, однако, нечто у евреев осталось, и некоторая форма функционирования Духа, и эта форма, это толкование того, что уже есть, толкование Торы, толкование пророческих текстов, толкование к толкованиям, так сказать, Мишна, Гемара, и возобновление откровения в толковании. Этот момент, который является абсолютно принципиальным для очень многих еврейских авторов XX века, и для Шолема, и для, в первую очередь, конечно, Левенаса, который написал книгу о том, как толкование возобновляет откровение. Этот момент, это вот и есть тот момент, когда история перестаёт быть просто историографией, просто нарративом, который описывает тотальность событий, заключившихся к этому моменту, и делает этот рассказ более осмысленным, чем он казался нам на предыдущем этапе, если можно так выразиться. Поли-Рикер, который, в общем, достаточно сильно зависим и видим и от книжки Ярушалми, и от Левенаса, а с другой стороны, там, сам опирался на Броделе и так далее, он пишет, что история – это всегда погребение. Меня совершенно поразило, что я ту же метафору встретила в Ярушалми, так сказать, как бы о том, что история – это всегда какое-то врачевание, погребение, закрытие. То есть речь «Дело историка» – это его эссе «Рикера», посвященное памяти Яна Паточки. «Дело историка» заключается не только в том, чтобы рассказывать, а в том, чтобы пересматривать смысл происшедшего. И точно так же толкователь, не будучи в собственном смысле слова пророком, то есть не имея, так сказать, как бы, не имея такой прямой линии, он не является радиоточкой, так сказать, с которой нам транслируются, «Не убей, не ешь, не пей, не кради, не лжесвидетельствуй, мой руки перед едой». Толкователь, он сам должен так истолковать текст, так его пересказать, хотя бы прочитать, так его исказить, как говорит Левинас, надо так на текст нажать, чтобы кровь из него пошла, чтобы этот текст стал новым. И только в этот момент, только в тот момент, когда исторический текст будет нами каким-то образом перетасован, каким-то образом искажён, так сказать, как бы перекручен, история перестанет быть тем, что Левинас называет «история выживших» к вопросу о метафоре корабля, так сказать, и философа, который стоит и смотрит. История перестанет быть метафорой истории выживших, вот этой постыдной, какой-то абсолютно отвратительной, и станет историей уже не священной, а действительно святой, той историей, в которой Бог, может быть, не феноменализируется, но в которой Он участвует некоторым опосредованным образом. Ну, мне не кажется, что интерпретация её трансформации, в силу которых, как известно, откровение само трансформируется и так далее, это и есть, собственно, история. История всё-таки это событие не просто интерпретатора определённого текста, а потом другого интерпретатора этого текста. Мне кажется, история связана с жизнью людей, с какими-то войнами, с какими-то экономическими вещами и так далее. Мне кажется, есть некоторая опасность считать, что что-то интерпретируем и, собственно, и живём исторически, а не просто проживая нашу какую-то жизнь. Когда-то Якоб Таубес, который, конечно, занимался всем этим делами очень напряжённо и который был таким именно мыслителем политической теологии истории, что я не знаю, как это лучше назвать, говорил о том, что вся история христианства, она основана на отсроченном втором пришествии. Вот эта парусия, которая бесконечно, или парусия, как я её надо всё время откладывается, она открывает историю. История, мне кажется, не открывается в цепочках интерпретаций, а открывается иначе. Можно сказать так, что есть какой-то эсхатон, есть какое-то событие вот этой паруси, прихода Мессии, спасения и так далее. И оно в каком смысле есть история, уже абсолютно завершившаяся какая-то еврейская история, которая описана в Библии, в Танахе, и есть какое-то будущее. Между ними связь очень сложна. Мне кажется, что проблема еврейской истории, как соединить одно с другим и как это перенести в земной мир. 17 веков евреи существовали только в событиях будущего и в событиях прошлого. Они их связывали, интерпретировали, всё это делали и так далее. Но описать реальную цепочку земных событий было чрезвычайно сложно. Я об этом говорил вначале, что события интегрировать в эту схему очень трудно. И я согласен с Таубасом, когда он говорил о том, что история возникает из бесконечного откладывания конца, который позволяет чему-то развернуться в земном мире. Между одним событием и другим событием что-то всё-таки происходит. Вот это что-то происходит должно начать разворачиваться совсем в другом мире. и мне кажется, что он прав, когда он говорит о том, что христианская история, которая сделала центральным событием, конечно, несостоявшуюся по Руси. Вот это можно сказать, что несостоявшееся происшествие Мессии не является центральным событием еврейской истории, а несостоявшееся явление Христа оказывается чрезвычайно важным для развертывания истории. Значит, что происходит, как считает Таубас, мне кажется, это важно. Мессианство Христа начинает пониматься в категории библейского пророчества. Вообще говоря, Христосу абсолютно наплевать на историю. Нет ни одного высказывания Христа, где он вообще был заинтересован в исторических событиях какие-то совершенно вне его, потому что он пришел возвестить конец истории, а не для того, чтобы рефлексировать вообще говоря над этой историей. И что происходит в христианской традиции по Таубасу, и мне кажется, это действительно глубокая мысль, Христос вдруг становится пророком. Он становится учителем жизни, учителем нравственности, то есть вещи, которые вообще его мало интересовали, потому что он пришел сказать, все, ребята, это кончилось. Значит, он вдруг начинает становиться человеком, который ориентирован на земной мир, вместо того, чтобы быть ориентированным на мир потусторонний. И он, миссианство Христа становится пророчеством о конце, отнесено в неопределенное, но историческое будущее. Вот это тоже, мне кажется, очень существенно. И провал миссии Христа открывает собой историю, как бесконечное движение в будущее. Вообще говоря, мне кажется, то, что по Руси не происходит и не происходит тысячи лет после распятия и воскрешения и так далее, это должно было быть смертельным ударом для церкви. Так многие воспринимали это. Ну, как бы, чего, значит, оказалось, что он лжея миссия, он что-то нам возвестил, и все. Это конец христианской церкви. И я думаю, что христианская церковь смогла выжить только благодаря тому, что она смогла открыть измерение истории, историзировать период между первым пришествием Христа и каким-то будущим, в котором должно произойти второе пришествие Христа. В этом, в этой связи возникает понятие, на которое не так давно, которому не так давно привлек внимание Карл Шмидт, понятие, которое называется катехон, где Шмидт говорит о том, что у апостола Павла есть такое высказывание о том, что должна быть сила, которая удержит мир от хаоса между благой вестью и эсхатоном, который пока не состоялся, который состоится когда-то. Иначе мир просто ввергнется в какой-то абсолютный хаос, ужас, какой-то шеол, из которого надо уходить. Я не знаю, что. Значит, и он говорит о том, что и это есть оправдание существования земной власти. Он говорит о том, для чего создана империя. Империя создана для того, чтобы поддерживать этот катехон, какой-то порядок между этими двумя событиями. Значит, для меня это очень любопытная вещь, так сказать, много уже об этом шмидтовском катехоне, катехоне апостола Павла, конечно, сказано, о том, что на самом деле это оправдание земной истории и оправдание земной государственности. Валяй. Это на порядке ремарка. Дело в том, что вот эта мистика удерживающего, она является центральной для тех, она является центральной для аргументации по канонизации Николая II и теории о том, что Николай II был своего рода мессией. Есть некоторый русский, совершенно доморощенный вариант этого самого катехона, случайно занимательный. Это просто такая некоторая ремарка. Я думаю, что те люди, которые эту теорию развивают, никогда про Карла Шмидта даже в страшном сне не слыхали, но там есть просто полный параллелизм. Нет, но я думаю, что существенно понять, что есть какая-то связь между империей и катехоном. Шмидт как-то обратил на это внимание, но не очень объяснил, какова вообще эта связь. не так все достаточно хорошо. Наверное, да, но мне кажется, что даже сегодня есть какая-то актуализация этого. Я тут читал книжку Найла Фергюсона, которая вообще, мне кажется, довольно интересным историком, книжка о Второй мировой войне, которую он написал, где он пишет о том, что что-то происходит с Европой до Второй мировой войны какие-то кошмарные катаклизмы, жуткие войны и так далее. А теперь вроде Европы абсолютно вне угрозы вот таких кошмарных апокалиптических событий типа мировой войны. И он пишет о том, что это связано с тем, что во время Первой мировой войны и Второй мировой войны существуют еще империи. Первая мировая война, это, конечно, совершенно очевидно, британская империя, французская, немцы хотят какую-то империю строить. Но и во Второй мировой войне Италия пытается там чего-то себе империю какую-то выделывать в Африке, там что-то Абиссинию и так далее, делать Британская империя еще в полном расцвете и так далее. И что он считает главным событием в послевоенной истории, это исчезновение имперского сознания. Никто из них уже не считает себя империей, так как они считали себя накануне Первой или Второй мировой войны. Британия не мыслит себя уже империей, Франция там, конечно, есть какие-то отголоски всегда, Франция все считает, что она чем-то связана с Африкой, но в действительности это все уже ушло и единственная империя, которая продолжает еще существовать, это Российская империя, потому что она была заморожена в Советском Союзе, произошел постепенный распад империи, но имперское сознание и ностальгия по империи, она существует только в России и мы видим, что действительно Россия считает себя империей, есть какой-то такой русский катехон, который связан, я считаю, что это вообще свойство империи, это перевод времени в пространство, империя это нечто бесконечно расширяющее, обладающее какой-то формой экспансии, но мы знаем современный аристотель, что время дается всегда в формах пространства и вот это неожиданное оживление каких-то евразийских, чингисханов, завоеваний, русский мир и так далее, все это для меня отголоски вот такого катехона, когда Шмидт сосредоточивается на римской империи, он считает, что римская империя это форма удержания порядка, ойкумены всего мира и так далее, вот в этом режиме бесконечной экспансии, бесконечного развертывания какого-то и так далее, что если это остановить, то собственно вот эта связь империи с временем она в принципе исчезнет, если мы возьмем маленькую страну, какую-нибудь там Австрию, а не Австро-Венгерскую империю, то там как бы нет никакого катехона и то, что сейчас все говорят о конце истории, но не в смысле Фукуяма или Гегеля, а в том смысле, что как они говорят ослабленный апокалипсис, апокалипсис, я читал вялый апокалипсис, сейчас происходит и так далее, значит, одна моя знакомая, философ, написала работу, где она говорит, что апокалипса никакого нет, а есть катастрофа, апокалипсис всегда связан с ожиданием чего-то в будущем, это какое-то развертывание истории в будущее, а катастрофа не ведет никакому ожиданию, это просто какое-то безобразие, которое тянется, длится и так далее, поэтому мне кажется, что есть какие-то политические формы, в которых история начинает реализоваться и разворачиваться, и они, конечно, связаны прежде всего с христианством, скорее всего, потому что евреи, конечно, где-то висят, вот эта мирская история, она как-то не очень там им удается вписать, но еврейская история становится, мне кажется, вдруг актуальна, в 20 веке мы видим, что всякие штучки, которые придумывает Беньямин, история в виде констелляции, каких-то вещей, аура, связь прошлого с будущим, какая-то мистическая и так далее, все вот эти штуки, в которых очень сильны евреи, конечно, они начинают неожиданно актуализоваться тогда, когда вот такой вот тип историзма дает какой-то сбой и приходит к полному краху. Я думаю, что сегодня, я думаю, это общее мнение, конечно, что где-то к началу 20 века модель историзма, как накопление событий, фактов и так далее, там абсолютно перестает действовать. Идея линейности истории, конечно, кажется сегодня довольно сомнительной, мне кажется, практически всем, я не знаю, ни одного защитника такой идеи. Значит, вот тут вот евреи с каким-то совершенно странным способом организации истории вне христианского историзма, мне кажется, начинает действовать. И я думаю, что это в значительной степени связано с трансформацией западного христианства, которая утрачивает такую актуальную роль в организации сознания как формы существования, о том, чего я начал. Есть какая-то историческая форма существования, которая долгое время подпитывалась христианству. Мне кажется, что христианство все в меньшей и меньшей степени в состоянии мобилизовать такого рода формы. Мне кажется, мы сегодня находимся вот в этом расползании, где вдруг еврейский апокалипсизм, еврейская каббалистическая какие-то идеи, например, там, я не знаю, лурианская кабала с какими-то штуками, которые от шаббата и цивии там идут. И вдруг все это становится... Есть такие лурианские... Это вдруг все становится... Да, 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 да. Вдруг сегодня в режиме кризиса христианского историзма, в котором мы жили всегда, вот в этом отложенном состоянии, вот в этом катехоне, не знаю в чем, значит, сегодня опять какие-то модели, которые начинают проступать, которые были, конечно, интересны тогда, когда евреи вышли на арену, потом как-то находились где-то на обочине и опять выдвигаются как важная и актуальная модель. Мне так кажется. Ну, во-первых, я бы просто хотела сказать, что, так сказать, Христос называется пророком в Евангелиях неоднократно, там, он спрашивает апостолов, за кого меня принимаете, они говорят, там, так сказать, за кого меня принимают люди, они говорят, там, одни, там, за пророка, там, а Петр говорит, за Мессию. И потом, так сказать, по дороге в Маус, так сказать, он представляет себя, не узнавшим его, Луке и Клеопе, как пророка, так сказать, и исполнителя предыдущих пророчеств. Но я хочу сказать, что Христос, конечно, является пророком, и, конечно же, христианский историзм, ключевым воплощением которого является символ веры, в котором говорится, что не вообще веруют в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, а в того, который, так сказать, в того, который родился от Девы Марии, был распят при Понтийском Пилате, фиксируя вот это самое тогда и там, которое является абсолютно аналогичным по своей, так сказать, исторической отсылке к Синайскому откровению. Но в каком-то смысле эта модель, мне кажется, перестала действовать потому, что Христос явился последним пророком. Хотя у апостола Павла есть упоминание о том, что в церкви должно быть такое особое пророческое служение, о том, что он как бы пророчествует, тем не менее, в основных формах христианской цивилизации, так сказать, ни в католичестве, ни в православии, ни в основных формах протестантизма пророчества как бы не существует. А евреи вот этой самой своей, я прошу прощения, так сказать, что я всё подверстываю под одну концепцию, это, наверное, нехорошо, но мне кажется, что действительно, что евреи, так сказать, которые где-то на своей обочине мира уныло толковали свой талмуд, мне кажется, что они в этом смысле, в этом смысле смогли сохранить идею пророчества и идею мессианства как то, что может случиться не там и тогда, не потом, а сейчас. Поэтому, скажем, у Левинаса он говорит, что мессия – это всякий, кто называет себя я, и пророк – это всякий, кто сейчас толкует откровения. И поэтому в некотором смысле мы все сейчас призваны к тому, чтобы быть пророками или быть мессиями, что именно эта мессианская роль, что она уже больше не отложена туда, в прошлое, а что она происходит здесь и сейчас. И мне кажется, что это в данный момент самый интересный вклад еврейского понимания истории в мировую. Мне кажется просто, что сегодня мы стоим перед двумя моделями. Одна модель – это попытка мыслить историю как что-то имманентное, как что-то, что разворачивается изнутри и позволяет нам мыслить историю изнутри участия в ней. И другая модель, которая дуалистична, и которая считает, что смысл вносится только извне. И, наверное, еврейская модель, так как ты ее описываешь, это попытка соединить несоединимые имманентную модель с моделью, которая связана с каким-то трансцендентным наличием смыслов. Я-то полагаю, что все-таки еврейская модель вся связана с трансцендентностью, с дуализмом, с каким-то выходом вовне, откуда эти все смыслы поступают. изнутри, скажем так, если взять какую-нибудь делезовскую модель, где все имманентно и разворачивается изнутри, или спенозовскую модель, которая тоже вся построена на трансформации иудейских моделей в рамках имманентности какой-то, имманизма и так далее, и так далее. Мыслить сегодня, мне кажется, довольно трудно. И возвращение к еврейским моделям для меня в значительной степени просто связано как раз с тем, что все больше и больше ощущения возникает того, что смысл в истории вносится из принципиально вне исторического измерения. Субтитры создавал DimaTorzok